Члены попечительского совета во главе с экс-губернатором Полежаевым отложили папки с документами в сторону. Сегодня они кладут кирпичи. Рядом с будущим входом Воскресенский собор, штабеля с щербатыми и побитыми артефактами прошлого. В торжественной обстановке старинные кирпичи заложили в стену. А с ними и памятные медальоны в честь известных личностей, имеющих отношение к Омску и собору, в частности Достоевского и Колчака. Это не рядовое здание, говорит Леонид Полежаев, а возвращение нашей истории, к которому должны быть причастны все омичи. Вот даже рублик, человек придет, даже ничего, придет и попросит. Дайте я кирпич положу вам здесь. Разрешите мне. Он уже причастность к этому делу проявит. Это в семейной хронике будет. Да, я был, я там кирпич положил в этот собор. Важно, конечно, чтобы причастность, как у человека в этом была. А деньги, деньги мы найдем. Вы не беспокойтесь, Полежаев знает, как это делать. 91 миллион выделил федеральный бюджет, почти 28 область. Но денег потребуется больше, так как решено восстанавливать собор не как музей, а в его первозданном виде с иконостасом, алтарем и другим церковным убранством. Первый каменный храм Омска был заложен 8 июня 1769 года. Его красотой восхищали знаменитые путешественники. Здесь крестился художник Врубель и молился писатель Достоевский. В 1927-м собор закрыли. Планировали открыть в нем книгохранилище, архив или музей, но в итоге спустя три десятка лет просто снесли. В 2009-м областное правительство приняло решение о восстановлении храма. Но все, что успели тогда сделать, заложить в основание камень. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Слава тебе! Настоящая работа началась этой зимой. Уже залит фундамент, готов к отделке подвал, установлен башенный кран. Сейчас здесь трудятся 35 строителей. До 15 июля мы должны, по крайней мере, мы хотим порадовать наших хамячей, чтобы этот объект к дню города имел вид законченного строения. Здесь должна быть полностью купола, купольная. Часть вся, тут семь куполов будет, крыша полностью будет готова. Будет стоять окна, дверь и будет вестись внешняя отделка. Спешка на качество не повлияет, уверяет подрядчик. А тем временем съемочная группа 12-го канала тоже решает помочь и заодно оставить след в вечности. Упустить такую возможность, пока остались старинные кирпичи, оставшиеся от оригинального храма, я никак не мог. И поэтому сейчас попробую себя в роли каменщика. Вот кирпич. Вот раствор. Ну вот, как-то так. 6 августа здесь уже будет звонить не кран, а колокола. А мячей приглашают прийти сюда в день города и послушать звон восстановленного собора. Денис Жарков, Сергей Никифоров, 12 канал. Субтитры подогнал «Симон»